МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Сегодня в выпуске. Летний день год кормит. В районах республики завершается пассивная кампания. Встань первым! Благотворительный десант ведущего телеканала России высадился в Чебоксарах. В продолжение темы. В противотуберкулезном диспансере открылась детская площадка. Полевые работы и содействие занятости населения стали главными темами еженедельного совещания правительства республики. Подробнее далее. Сев зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах республики в основном завершен. Темп текущей посевной опережает прошлогодний показатель на 18,3 тысячи гектаров. Наибольшие площади засеяны в Яльчикском, Батаревском и Цивильском районах. В текущем году в связи с гибелью зимных зерновых культур значительно возросла нагрузка на яровой сев на 51 тысячу гектаров и лишь 16,1%. По результатам обследований посевов сельхозкультур, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, площадь гибели составила 50,9 тысяч гектаров. Отмечается рост площади сева масличных культур. Темпы значительно опережают прошлогодние и уже превысили итоговый показатель прошлого года. Во всех муниципалитетах идет посадка картофеля, освоено более 5,5 тысяч гектаров. Кроме того, большинство районов посеяли овощи открытого грунта, сахарную свеклу, лук, севок и другие культуры. В некоторых уже идет покос многолетних трав, проводится инвентаризация переходящих остатков кормов. От качества кормов зависит дальше, соответственно, продукция, которая производится в животноводстве. И с этой точки зрения, вот на этой неделе, я говорю, нужно уже всем начинать, в принципе. Все бобовые культуры, даже и там излаковые культуры, надо своевременно убрать и подготовиться ко второму укосу. Потому что первый укос, он не такой урожайный в этом году. Что касается занятости населения, это еще один из вопросов еженедельной планерки, то с начала этого года услугами органов службы занятости населения воспользовались более 33 тысяч человек. Всего мероприятием программы в 2019 году планируется охватить около 80 тысяч. Основная задача – обеспечить трудоустройство безработных и помочь работодателям подобрать сотрудников. Ежегодно мы ставим план, это около 42 тысяч человек. И на 3 июня трудоустроили 16 тысяч 400 человек. Особое внимание трудоустройству подростков. 16 тысяч, что у нас плановые показатели. Трудоустроили мы уже около 6 тысяч подростков. Для этого заключили соглашение, 352 соглашения с работодателями. Помимо подростков упор делается и на трудоустройство инвалидов и горожан старшего возраста. В перспективе до 2024 года пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование смогут 460 человек предпенсионного возраста. Также актуальными остаются программы самозанятости и помощи мамам, находящимся в декретном отпуске. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Как продвигается строительство Канажского технопарка, инфраструктура для него, в каком состоянии городские дворы и к какому сроку должны сдать новый детский сад. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев с рабочей поездкой посетил город железнодорожников. В технопарк Канаша руководитель региона поехал по объездной дороге Аниш, которая в обход города связывает данный объект с федеральной трассой А-151. Строительные работы закончились в конце прошлого года, однако для проезда дорогу открыли только несколько недель назад. По словам руководства города, после перекладки газовых сетей потребовалось врезка. И чтобы не оставлять близлежащие дома без тепла, сделали это только после окончания отопительного сезона. Теперь большегрузные машины не будут ездить через центр города. Разгрузили город Канаж. Это очень важный фактор. Для развития реального сектора экономики, для развития потребительского рынка, имеет стратегическое значение. В самом технопарке практически готов энергоблок, который будет снабжать электричеством резидентов. Перечень предприятий, которые разместят здесь свои производственные площади, тоже почти сформирован. Один из самых крупных резидентов – компания по производству холодильного оборудования. Председатель совета директоров отметил, что рассматривал разные регионы, но выбрал именно Канаж. И не только из-за удачного географического расположения и железнодорожного узла. Канаж для нас был вообще неприоритетной точкой, пока мы его не увидели. Когда увидели, поговорили с главой администрацией, в общем-то, сложилось очень приятное, благоприятное впечатление. Михаил Игнатьев побывал и на строительной площадке очистных сооружений, которые будут обслуживать технопарк. Проверил, как реализуется в городе программа по созданию комфортной городской среды и на каком этапе возведения нового детского сада на 240 мест с ясельными группами. Подробнее о рабочей поездке в завтрашнем выпуске. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах вновь изменят схему движения общественного транспорта. Предложения отдела транспорта и перевозчиков обсудили на совещании в столичной администрации. Транспортная реформа продолжается. После того, как зимой изменили схему движения маршрутов, а на городские магистрали вышли новые автобусы большей вместимости, выяснилось, что впереди еще много работы. Транспортная система – это не механизм, отлаженный раз и навсегда. Она должна приспосабливаться к нужным городам, его запросам. Именно поэтому отдел транспортного обеспечения и связи администрации Чебоксара проанализировал результаты работы и обращения горожан. Подготовил целый ряд предложений, касающихся отмены одних маршрутов, продления других, изменения третьих. Окончательное решение будет принято после голосования на портале «Открытый город». Изменения будут внесены только по результатам голосования. Кроме того, обращаю внимание, что на этой неделе администрации города будут объявлены аукционы на осуществление перевозок автобусами среднего и большего класса. Обсудили и вопросы, связанные с подготовкой 11-го форума «Молгород». Как обычно, он пройдет в Заволжье и будет посвящен актуальным темам молодежной политики. Основная тема 11-го форума регионального развития «Молгород» 2019 – 550-летие города Чебоксара. Также участниками форума рассмотрятся темы национальных проектов, площадки культуры и творчества, тематика проекта и деятельности и добровольческих городов Чебоксара. На совещании честовали Валерия Гладкова. Бесменного руководителя единой дежурной диспетчерской службы наградили медалью за заслуги перед городом Чебоксары. Незабываемый праздник в первый день лета. В Чебоксарах прошла благотворительная акция «Стань первым». Для юных горожан подготовили немало подарков. Какие желания были исполнены, расскажет Дмитрий Ковалев. В аэропорту Чебоксар приземлился в специальный борт из Москвы. Среди его пассажиров известны на всю страну имена. Это по-настоящему звездный десант. Артисты, эстрады и кино, спортсмены, ведущие телеканала. Для гостей теплый прием с национальными песнями и танцами. А такого было сложно устоять на месте. У звездной команды благотворительная миссия. В такой день должны исполняться самые заветные мечты. Восьмилетнему Артему Судукову подарили мяч с автографом капитана сборной страны по футболу. Для многодетной семьи Альновых волшебником стал и глава региона. Михаил Игнатьев вручил ключи сразу от трех квартир. Поздравляем вас. Это ли не мечта каждой нормальной российской семьи? И не только многодетной. А у вас сразу три квартиры. И казалось, что подаркам нет конца. Награды педагогам и врачам, сертификат на миллион рублей Республиканской детской клинической больницы, включая 27 автобусов районным школам. В этот день звезды приехали и к юным пациентам. Мечты сбываются. Теперь это знают многие ребята. Гости говорят, что всегда приятно видеть счастливые лица. Дело не только в подарках, хотя и в них тоже. Дело в том, что с этих акций начинается что-то. Имеется в виду что-то все-таки не одноразовое, одномоментное, а длящиеся. Дается какой-то импульс, посыл. Надо за малыми делами, а сейчас такое время, видеть конкретную пользу и делать малые дела чуть большими. Поэтому я за. Мне кажется, их вообще надо каждый день делать, такие акции. Смотрите, как люди радуются. Надо просто радовать наши сердца и души, и тогда люди будут добрее. Я уверена, что многие ребята, которые сейчас находятся здесь, на этом концерте, наверняка что-нибудь задумали, глядя на то, как Первый канал организовал праздник вместе с администрацией Чебоксары, Чуваши. И я думаю, может быть, они тоже захотят со временем делать такие потрясающие праздники, так прекрасно петь. Для того, чтобы эти мечты сбылись, сбылись, скажем так, да, руководство города, естественно, республики должны работать сильнее и сильнее в разы больше. Соответственно, и жители тоже так же. И тогда, я думаю, не только Чуваши станет мечтой детской, но вся наша страна. Дети должны быть все время заняты хорошими, полезными делами, учебой, чем-то для себя, по способностям, какие-то кружки или секции, даже спорт. Глава республики отметил, что звездная команда подарила горожанам незабываемый праздник. И те мероприятия, которые мы сегодня провели, дают возможность раскрыть таланты детей. Пробуждается чувство трудолюбия, уважительного отношения к старшему поколению. Это очень важно. Но самое главное, внимание всей команды Первого канала к нашим жителям Чувашской республики. Они сделали все от них зависящее, и сегодняшние мероприятия будут писаны золотой страницей в историю народа Чуваши. Чебоксары стали 17-м городом, где проходит акция «Стань первым». Гости признаются, что столица региона к этому подготовилась основательно. В ближайшие годы звездная команда намерена вернуться сюда. Мы испытали, можно сказать, эмоциональный шок от уровня организации, от гостеприимства, от этих радостных глаз, веселых, счастливых лиц. И мне кажется, что наша акция – это, на мой взгляд, одна из самых удачных акций, которая продвинулась еще вперед. Все, что мы делаем, мы делаем для нашего будущего. Я сегодня встречался с ребятами кадетского корпуса. Когда мы их разодорили, они взяли нас в перекрестный огонь. То есть, если мы вначале пытались их как-то расшевелить, потом все получилось наоборот. Поэтому я могу вам сказать, касается ли это Чебоксарка, касается ли это Якутска, Красноярска, Воронежа, и многих-многих городов нашей великой родины, дети у нас просто замечательные. И в Чебоксарах растет нормальное, здоровое поколение детей. Кульминация праздника – гала-концерт популярных артистов. Чебоксары в прямом эфире на весь мир. Пять часов подряд. Честно, я здесь морально отдыхаю. У меня же трек «Очаровано тобой». Конечно, я буду петь «Очаровано вами, Чебоксары». Самые позитивные, классные эмоции. Увидев город спустя много лет абсолютно новым, я был приятно удивлен. А что касается благотворительности, всегда очень приятно, когда мероприятие – это не просто такое массовое, публичное, оно еще несет в себе добро, и особенно, когда это добро направлено по отношению к детям, это вдвойне здорово. Всегда ощущаешь, что ты не зря живешь, не зря поешь, а делаешь это для кого-то из какой-то такой более высокой цели. Мы пели «Аморы», короче, я просто в восторге. Я желаю всем детям как можно больше мечтать, потому что мечты, правда, имеют свойство сбываться. Если ты, вопреки всем, идешь к своей цели, мне кажется, я даже там уявный пример, у тебя все получается. По-моему, это самое лучшее, что может быть. Это наши дети. Мы должны помогать людям, детям, все, кто в этом нуждается. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев и Павел Иритков. Республика. Праздник детства прошел на 20 с лишним площадках. Одной из самых многолюдных стал парк 500-летия «Чебоксар». Известных артистов, теле- и радиоведущих Первого канала, певцов и спортсменов ждали с нетерпением. Встретил гостей детский сводный хор «Чувашия». Тысячи голосов дирижировал народный артист России Марис Еклашкин. Парк Амазонии в этот день превратился в театрализованный город детской мечты. История древнего города в лицах, народные промыслы, мастер-классы, этнопарк впервые показал будущее предназначение. Мы впитываем вот эту удивительную атмосферу, о которой не расскажешь. Ее надо чувствовать больше, как выезжаешь, знаете, на свежий воздух, на природу. И дышишь, дышишь, дышишь глубоко. Потом опять в Москву возвращаешься, ой, и этим живешь долгое время. Спасибо вам. Такие все радостные, довольны на улицах. Это прям здорово. Ходишь, смотришь. Особенно вот с конфетой понравилось. Дети там как в огромной конфете, много маленьких конфет, они стоят, загребают. Это прям здорово. Да, весь город в празднике, ощущение, что здесь собрались все, и это клево. И получилось прям для детей. Прям как надо. Сбылась на празднике и мечта Агаты Сергеевой. Она хочет стать проводницей и сегодня примерила на себя эту роль. С нашего чипоказского железнодорожного вокзала можно отправиться из сказки. Сказки живет дружба. Дочь моя, Агата, очень хочет работать проводницей. Она хочет работать проводницей, попробовать, что это такое. Ей предоставилась пусть шуточная, но замечательная возможность попробовать узнать, что такое железнодорожный вокзал и что это такое профессия проводницы. Мы сегодня тоже вместе с детьми погрузились в самое настоящее детство. Потому что именно в городе детства мы растим самых талантливых, самых успешных и креативных детей. Подвели на праздники и итоги городского конкурса на лучший костюм чебурашки. Победил Саша Магайскин. Костюм ему сшила мама всего за одну ночь. Вот мех, грудка и кармашек, который он достает апельсин. У Саши просто любимая игрушка чебурашка. И вот когда объявили конкурс, мы решили участвовать. И вот так получилось, что мы оказались первыми. Несмотря на довольно жаркую погоду, гости Первого канала и жители республики с удовольствием приняли участие и в зарядке со звездой. Вели которую Ирина Муромцева и Владимир Левкин. Этот день надолго останется в памяти горожан. Ведь многие смогли пообщаться со звездами Первого канала, сфотографироваться с ними и взять автограф. Встретились со всеми ведущими и сотрудниками Первого канала. Побывали на мастер-классах «Город детства». Делали закладки с символикой 550 лет. Запускали мыльные пузыри. Получили море эмоций. Даже рассказали стишки. Дорогие друзья, спасибо нашим звездам! Они – будущее России. И о том, чтобы их завтра было успешным, мы должны позаботиться сегодня. В День защиты детей участники акции встретились с одаренными ребятами Чувашии. Я хочу в будущем стать педагогом. Я хочу стать чемпионом мира по спортивной аэробике. Они спортсмены и творцы, мечтатели и реалисты умнее Гугла и Википедии. А главное, уже сейчас идут к цели, отдавая все свободное время любимым занятиям. Это кувшин. Я его сделала сама. Я также покрываю его глазурью. Это моя дипломная работа в моей художественной школе. Это настоящий дом детского творчества. Рядом с гроссмейстерами портреты пишут художники. Изобретатели представляют свои разработки. Рядом с детьми их верные помощники. И главная группа поддержки – родители. И сердечные ценности – это ключевое в нашей жизни. Потому что каждая мама, бабушка, дедушка хочет, чтобы внуки и внучки превзошли. Их, вот эти ценности, проводя эти мероприятия, мы передаем ему поколение. Здесь у каждого свой талант. Кристина Трофимова виртуозно справляется с флейтой. Коля Терентьев преподает мастер-класс по карате. Лев Гренадерский еще не пошел в школу, а уже выучил географию лучше одиннадцатиклассника. Максим Козынкин в легкую назовет и опишет спутники Юпитера. Калейдоскоп детского творчества от спорта до музыки – полноценный концерт для звездных гостей. Еще одно свидетельство тому, что в республике много талантливых и целеустремленных детей. Когда мне сказали, что я попаду сюда, я уже начала свое соло готовить и ставить себе другие элементы. Как новый элемент – горизонт, угол и отжимания. Эта мечта твоя обязательно будет, и всем буду ждать, пока ты станешь чемпионом мира. Но уже сегодня мы тобой готовы взять. Подарки дети любят получать, а команда Первого канала любит их дарить. Сегодня, кроме большого праздника в Чебоксары, гости привезли множество сюрпризов. Поверьте мне, самое главное, что они улыбались, и ты видел такую искреннюю радость в своих глазах. Это, пожалуй, самое дорогое, что может быть у взрослых. Это детские улыбки, это их здоровье, это их радость. На память у ребят остались подарки, живые эмоции от общения и заветные фото с известными людьми нашей страны. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Один из самых ярких моментов праздника – появление Леонида Якубовича на Олимпийском стадионе с мороженым для маленьких чебоксарцев. Затем, как сбывается детская мечта, наблюдала Ольга Пырочкина. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок пятьсот из кемо. Вряд ли поэт Александр Тимофеевский, который в начале 70-х написал слова знаменитой песни «Крокодила Гена» и, наверное, вложил в них свои самые заветные детские мечты, думал, что когда-нибудь они воплотятся в жизнь. И вот в День защиты детей маленькие чебоксарцы встречали пусть и не голубой, но вертолет с волшебником Леонидом Якубовичем на борту. Вместе с ведущей Первого канала Юлией Барановской они привезли в подарок больше тысячи стаканчиков мороженого. Волшебнику в приятной миссии помогали волонтеры. Однако несколько ящиков Леонид Аркадьевич раздал лично. Здравствуйте! Мне очень понравился этот летолет, как в песне. Я никогда не видела раньше, дает Леонид Аркадьевича. Спасибо! Организаторы постарались сделать все, чтобы порадовать маленьких горожан. Однако и взрослые в этот день чувствовали себя немного детьми. Этот восторг, когда прилетает вертолет, приземляется так очень близко. Никогда не думала, что вот такая мечта все-таки сбудется. Для всех, кто оказался 1 июня на Олимпийском стадионе в Чебоксарах, теперь песня про день рождения приобрела особый смысл. Ну а погода, несмотря на прогнозы синоптиков, не подвела и неуклюже. Бежать по лужам прохожим не пришлось. Ольга Пырочкина, Павел Рядков, Республика. Продолжаем дарить подарки детям. Сегодня в Чебоксарах, в детском отделении республиканского противотуберкулезного диспансера, открылась спортивная площадка. Ее построили гидроэнергетики. На этой площадке можно играть в волейбол и в другие спортивные игры. Для детей, которые проходят лечение в противотуберкулезном диспансере, такая поддержка для организма просто необходима. Ребята здесь лечатся долго. Два месяца уходят только на диагностику и полгода на лечение серьезного заболевания. Все это время дети находятся в диспансере под присмотром врачей и медицинского персонала. Они здесь не просто лечатся, они здесь живут. В режиме дня школьные занятия, творческая мастерская, обед, ужин. Все как дома. Детки у нас лежат очень долго на лечении, на диагностике чуть поменьше. Но дети всегда остаются детьми. Они хотят прыгать, скакать, играть, резвиться. И поэтому им нужны подвижные игры, нужны детские площадки. В комплексе лечения наших детей предусмотрены прогулки, подвижные игры. И вот эта детская площадка как раз способствует таким подвижным играм, как волейбол. Может быть поставим сетку, баскетбол будет. То есть они будут в кольцо бросать. И это в общем способствует хорошему настроению. А хорошее настроение – залог быстрого выздоровления наших детишек. Эта спортивная площадка стала дополнением к уже имеющимся здесь горкам и качелям. Мы дружим с республиканским противотуберкулезным диспансером, точнее с детским его отделением, уже четвертый год. И ежегодно мы стараемся оказать какую-то помощь маленьким пациентам, которым по их роду заболевания требуется ежедневно не менее двух прогулок на свежем воздухе. Это тоже лечение. И поэтому начали мы с небольшой площадки для ребят помладше. А потом решили, что все-таки, наверное, не стоит ограничивать в серьезных занятиях спортом тех, кто в силу каких-то причин временно оказался здесь в стенах вот этого лечебного учреждения. И поэтому решили сделать им настоящую площадку, на которой можно играть в волейбол, может быть даже в баскетбол потом в дальнейшем. И приехали мы не с пустыми руками, мы ежегодно собираем специально к этим праздникам благотворительные средства сотрудников. То есть мы в дополнение к благотворительным средствам компании добавляем еще личную акцию. Мечи, скакалки, бадминтон взрослые привезли спортивный инвентарь для любого возраста. В актовом зале состоялся импровизированный концерт. Это все новости на сегодня. Увидимся завтра в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин